Так, ну что, приехали в Красноярск. Нас встретил Гриша. Еще пока встречаем. Не, ну все, уже официально встретил. Он сказал, что мы принципиально не поедем на лифте. Потому что 17 этаж, вы с сумками, пацаны. Это какая-то вам не челяльность, сейчас будет все по суровому. Ну что, АТОшечку в машине сделали, сейчас приехали на Почту России. Нам нужно забрать здесь наши снасти, которые нам предоставил наш партнер магазин Рыбак и Рыбачок, для того, чтобы мы в Монголии смогли порыбачить. Спиннинги забрали, теперь обязаны поймать отличную рыбу в Монголии. Примерно такая тема. А вон стоит наш Land Cruiser, который нас повезет. У нас остался буквально один день до старта и уже завтра у нас понедельник и мы выезжаем в Азию. Ваня и Влад спят дома. Ваня сегодня прилетел в 6 утра практически. Мы тоже не спали всю ночь, встречали его. А мы в свою очередь с Тохой поехали забрали все и начали клеивать нашу машину, чтобы она была узнаваема. Но прежде всего в этот раз мы решили не придумывать супер логотип, а просто сделали логотип нашего канала. Канал про путешествия. И теперь всегда, когда мы будем куда-то ездить, мы будем сядь про путешествия и добавлять в Азию, в Арктику, в Африку, в Америку. Всегда теперь это будет так. Это очень хорошее нововведение, которое мне лично очень нравится. Хочу представить наших партнеров. Компания RedFox. Наш технологичный партнер, российский бренд, который делает супер удобную, комфортную одежду для путешественников. Поэтому мы поддерживаем русского производителя, а они поддерживают нас. Компания Stanley. Это отличный бренд, который делает супер крутые фляги и термосы. Иридиум. Наша спутниковая связь. Литтермен. Это компания, которая делает мульти ножи. Компания Leadlancer. Компания, которая делает фонарики, налогные фонарики, которые у нас будут. Это спутниковая связь и GPS трекеры, которые у нас есть. Также у нас есть еще куча инфопартнеров, которых я обязательно зову позже. Но пока машина выглядит так. В этот раз решили меньше наклеек, больше дизайна. Оставим машину практически в исходном состоянии. Вот примерно так. Мы это все и делаем. И как всегда, все это мы делаем гостеприимной Toyota. На этот раз это Toyota Center Красноярска. О, в общем, прошло, наверное, часа три. Мы наконец-то поклеили нашего крузочка, не побоюсь этого слова, Land Cruiser 200. И теперь он готов к путешествиям по Азии. Россия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Каджикистан и Узбекистан. А вот, кстати, женщина из Кыргызии, Кыргызстана. Парень тоже из Оша. Так что вот. Откуда ты? Ош, рядом с Ошем? Ош? С Кыргызстан? Так что вот такие вот дела. Тут вы не успели въехать уже, уже ребята здесь. Ну что, пресс-конференция у нас закончилась. Мы провели три дня в Красноярске. Абсолютно все подготовили. Провели три о нашей машине. И сейчас настало время поменять масло. На рынке появилось новое масло Shell Helix Ultra. И мне очень хочется проверить его в очень сложных условиях Азии. Напомню, у нас будут высокогорные перевалы, где двигатель будет работать на пределе. Проблема с работой с топливом, проблема с турбиной. И там есть практически всегда. Залив это масло, мы проверим, как будет вести себя двигатель в сложных экстремальных условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что там по маслу? Ну уровень и еще осталось где-то пол-литра, примерно, на доливочку. Ну у нас так-то вообще Toyota не живет масло. Я думаю, вы об этом знаете. Но мы возьмем его с собой, вдруг кому-то в дороге пригодится. Все, спасибо. Погнали мы дальше. Погнали. ТО для нашего Land Cruiser 200 мы сделали. Масло Shell Helix Ultra уже залито в двигатель. И напоминаю, что впереди у нас со следующей серии начнется настоящее путешествие. И масло Shell Helix Ultra мы будем тестить в течение путешествия по шести странам Азии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай хотя бы подсюда, чтобы вы там. Давай вот так вот, подсюда. Итак, значит, сколько? Три дня пробыли? Три дня. Три дня пробыли. Ну что, вам понравилось? Нормально. А как мне понравилось? Мне вам тоже понравилось. Ну вы сейчас уедете? Ну ладно, снимаю. Ну весь у вас. Ну там трусы красные там уже. Ну вы сейчас уедете, просто, ребята, у меня будет стресс. На самом деле. Осенний стресс. О том, что вы уехали. Ладно. Я вообще не знаю, надо Гришу брать с собой в экспедицию просто. Соберем? Да. Все, Гриша, ты собираешься? Да. Ты уже одеваешься? Подожди, я пошутил. Стой, стой, стой. Стоп, остановите. У тебя вообще реально какая-то квартира с суперподсветкой. Ладно, мы уже собрались. Добро. Удочки пришли. Вот тут вот мы спали. Антон, я, здесь Ваня. В суровых, диких условиях. На комфортном коврике Климит. Здесь Влад. На комфортном коврике из Икеи. Вот известный фотограф Ваня Девинтьевский. В узких кругах известный, как Айван. Еще более узкий, как Ваня брусничная настойка. Ваня брусничная настойка? Ну, или как там, этот, рябиновый, там. Рябиновый куст? Рябиновый куст. Рябиновый куст. Все, собрались, выдвигаемся. А? Там кто-то забыл свой чемодан. Какой? Кто-то забыл, кто-то забыл свой чемоданчик. Вообще, все. Двигаемся дальше. Все, погнали, по машинам. Едем мы, значит, такие по шикарной дороге и подъезжаем вот к такой табличечке. Вас приветствует мир Ягуар и Ленд Ровер. Ну что, поехали, друзья, в мир роскоши и лакшен. О, вот это вообще приветствие. Добро пожаловать. Отлично. Интересно, после этого компания Ленд Ровер предложит мне провести совместный какой-нибудь проект или нет? Напишите свое мнение в комментариях. А вот теперь мы въехали в мир Тойота. Чувствуете разницу? Вот и я чувствую. А, хрена. Привет. Короче, смотрим ваш канал уже, ну, сколько, наверное, месяц, последний. Да, недавно с вами познакомились, но вот, сразу, как вы, только к нам. Ну, я без жены в этот раз, вы можете ей сюда привет привезти. Привет, Лада, привет. Очень жалко, хотели тебя увидеть. Очень за вас рады. Мы обязательно приедем, да, еще. Втроем теперь давайте. Да, приходите. Да, мы уже догадались, почему вы. Приходите, мы сейчас быстро еще вещи доберемся. Да, 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 а можем спотаться вместе. Конечно, давай. Подписчики подъехали, ребята, блин, было круто. Знаешь, я всегда, вот, люблю встречать кого-то на улицах, когда просто подходят незнакомые ребята и говорят «Привет, мы видели ваше видео, мы съездили туда-то, туда-то». Это так круто. Блин, значит, вот, значит, не зря мы все это делаем. Не зря все наши путешествия, не зря то, что по приезду мы монтируем это видео, грузим его потом на YouTube, чтобы присмотреть. Это круто. Давайте путешествовать вместе. А сейчас у нас будет пресс-конференция. Погнали. Это очередное наше путешествие. В этот раз это путешествие в Азию. Оно международное, через шесть стран. В этом регионе мы уже были. Кто-то был много раз там, кто-то был не очень много там раз. Регион очень красивый, интересный. И мне кажется, путешествие в Азию было правильно начинать именно с вашего региона. Потому что Красноярский край, во-первых, для меня лично он относительно близок. Потому что я здесь два года когда-то учился в студенческом возрасте. Проехать по азиатским странам, бывших Содружественных Республик, СНГ. Посмотреть красоты. Не просто посмотреть, а попытаться запечатлеть их на фото, на видео. Отобразить их в своих видео-дневниках, отобразить их в своих фотоработах. Для того, чтобы народ увидел эти красоты. Потому что действительно красота нашей страны и красота наших соседей, она стоит того, чтобы ездить туда, а не куда-нибудь там в Турцию или еще куда-нибудь. Потому что действительно эти места очень красивые. Пришли наши подписчики и что вы думаете? Одежда-то у них какая? Red Fox. Все любят Red Fox, да. А Red Fox любит нас. Ну всех. Для кого он это делает? Находимся в центре города. И что думаете? Мы припарковались на свободном месте. Сейчас покажу вам, как выглядит свободное парковочное место на Красноярской парковке. Вот так это выглядит. Парковка в центре города Красноярск. И ничего, ничего, все нормально, нормально. Скалы у них просто здесь. Подскажи, почему ты так тепло одет? Смотри, у тебя теплая курска, теплая. А почему мы так легко одет? А вы европейцы, по-моему. Мы зашли, а тут копы стоят. Я думал, что это для антаража, а оказывается нет, а настоящий. То есть конференция закончилась. Мы приехали в заведение, называется Перцы. Это целая сеть этих заведений в Красноярске. Мы уже не первый раз в них. Вот примерно так все это выглядит. Пицца, паста. Ну, что могу сказать? Рекомендую. Место очень хорошее. Сейчас мы находимся практически в центре города. Они есть в разных районах, включая центр. Сейчас закажем покушать. И наконец-то выезжаем из города. Потому что мы просто уже задерживаемся на 2 часа. Но это норма. Я думаю, что мы еще много раз будем где задерживать. А теперь мы сыты, довольны и счастливы. Двигаемся к машине и выезжаем из Красноярска. Кстати, когда мы въезжали в Красноярск, было холодно, пасмурно. И моросил дождь. А сейчас отличная погода. Сибирь провожает нас в азиатское путешествие. Очень комфортно, очень тепло и очень по-доброму и по-душевному. Не-не, это по-прежнему Красноярск. Ну, давайте. Хороший. Надо было тебя увидеть. Да убери ты свою камеру. Ну, как я могу убрать? Ну, там же и зрители. Они просили меня, чтобы я снимал все. А ты мой друг. Хоть и злой иногда бывает. А я злой, не публично. Давай. Не буду с тобой прощаться. По-старому, как батя. По-старому, как батя. Ну, че, чуваки. Приехали мы с вами в городок, от которого лично я просто кайфую. Город называется Дивногорск. Находится буквально недалеко от Красноярска. И что самое крутое? Там вы видите, какие красивые горы. А если повернуться назад? Реально, да, так просто? Красотища. Смотрите, какая красота. Вот такой вот он. Дивногорск, да. По традиции, в таких местах нужно кидать монетки. Я, конечно, сейчас кину монетку для того, чтобы вернуться сюда. На счастье. Да и сам пойду тоже кинуть. Жопа торчала. Приехали, в общем, в такое живописное место. Нам нужно сделать фоточку крутую. Ваня, покажи какую фоточку. Я уже буду. Покажи, покажи. Сейчас опять листали. Не, не, мы быстро, быстро успеем. Давай мы сейчас вот сделаем. Вот такой вот, Ваня, понимаете? Выложили немножко нашего вставчика. И сейчас будем все это дело фотографировать при помощи дрона. Мы все готовы. Дрон наверху. Смотрите, какая картиночка получается. Что вы думаете? Только мы все отсняли и начался дождик. Вот это хорошо. Как говорят в Монголии, если начинается дождик, когда ты приезжаешь или когда ты уезжаешь, это все к добру. Говорят они потому, что у них там засуха. Нет, это хорошая примета. Конечно, хорошая. А мы в приметы верим. Мы собираем приметы. Посуду в гостях не моем. Привет, Гриша. Подписывайтесь на инстаграм пацанов. Паронга Влад и Антон. И подписывайтесь на наши, кто еще не подписался. На мой и инстаграм Ванни Демитиевского. Ну, а про подпись на наш канал я вообще уже молчу. Если вы хотите и дальше смотреть о наших интересных приключениях, то вам сюда, на канал про путешествия. Сегодня мы планировали выехать в час дня после Тойота Центра. Соответственно, нам около 400 километров было до Минусинска. И мы планировали приехать где-то часов в 5 вечера. А сейчас времени полвосьмого. До Минусинска нам еще 318 километров. Вот так и едем. Алло, дорогой, что-то я не понял. Подъехал, подъехал, ворота закрыты, дверь закрыта. Тебя нету. Ты где? Вот там ты где. Все вижу теперь. Увижу, увижу, дорогой. Давай, придержи правый ворот, и на машину дорогой. Понимаешь, да? Давай, да. Чи сандали, ворота, и все. Чи сандали, да? Чи сандали, эй, чё снимаешь? Алло, дорогой. Ну, чё так? Нормально. Ребят, всем привет. Привет. Баня ждет нас. Приветствую. Иван. Ну, с приездом тебе, родной мой. Тысяча лет. Приехали мы в Минусинск, встретил наш, наш друг, мой друг, с которым мы учились в академии, вернее, в колледже гражданской авиации, ГНС. Сидим мы в банюке у него, вот в такой вот замечательной. Влад уже топит банюку, вернее, подкидывает. Только что мы здесь играли, репетировали школьный ансамбль. Там дальше уже банька будет. Сейчас еще на бист, друзья, попросили, сыграем для вас потихонечку дружную песенку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok